Разрешалось спортивное сидение, спортивные ремнями, безопасность, можно было устанавливать по резине и также по дискам. Размер 14, резина у нас 185 на 60, номер 14, допустим. Михаил Ватиков приехал в Красноярск из Иркутска специально на гонке. Для него это первый опыт. Говорит, сожалеет только об одном, мало тренировался. На гоночной трассе в Емельяновском районе патрульные экипажи со всей Сибири. Сотрудники ДПС соревнуются в скорости и умении управлять спецмашиной. В одном гонщике точно едины, адреналина всем хватит надолго. Тренировок у нас просто не получилось, как бы потренироваться. Очень мало заездов было. Ну, нужно ездить, ездить, ездить нужно. Потренироваться получилось несколько дней, два дня. Покатался по трассе, впервые познакомился с ней здесь. Как Красное Кольцо? Эмоции просто переполняют. Соревнования достойного уровня и очень интересные. В заездах принимали участие автомобили ДПС, оборудованные всеми специальными устройствами и ежедневно патрулирующей улицы. Всего 35 экипажей. По моторам, по коробкам машины идентичны. И сотрудники борются только в уровне водительского мастерства. Тот, кто, собственно, справится с адреналином и лучше проявит свои качества, сегодня победит. А помимо самих гонок, гости праздника сегодня могли познакомиться и с ретро-техникой. К примеру, вот этот москвич ездил, патрулировал по Красноярску в конце 50-х годов. Ну, а начинались свою работу советские милиционеры на таких вот мотоциклах. Всех приехавших на гонки зрителей ждал еще один сюрприз – лотерея. Каждый мог испытать удачу и выиграть красивый номер на свой автомобиль. Давайте порадуемся за Александра. Кто круче всех аплодирует, того номер наверняка ЮГОР вытащит в следующий раз. Около 2,5 тысяч лотерейных билетов. Каждый абсолютно участник, каждый зритель, каждый наш гость мог абсолютно бесплатно на входе получать лотерейный билет. Тут же его разрывают и бросают в наш барабан. Этот большой праздник скорости организаторы посвятили 82-й годовщине образования службы ГАИ ГИБДД. На нем побывало несколько тысяч человек. Среди зрителей – начальник краевой полиции и глава региона. Я хочу поблагодарить вас за терпение, которое вы проявили в этот жаркий настоящий сибирский день. И думаю, не погрешу против истины, если скажу, что всем нам доставили удовольствие эти необычные соревнования. Давайте мы поблагодарим особо всех, кто приехал к нам в гости из других регионов страны. Наша основная задача – молодежь сюда привезти, так называемые ребята, драйферы, которые устраивают зимние нарушения правил дорожного движения в городе. Мы сегодня очень активно работаем с властями, чтобы здесь была площадка для реализации их адреналина. В этом году в финал вышли только красноярские полицейские. Лучший результат у Сергея Григорьева. Как говорится, дома и земля помогает, и болельщики радуют. Дина Володин, Алексей Овсяников, Енисей. Новости.